Ровно 30 лет назад Владивосток стал открытым для посещения иностранными гражданами. С 1 января 1992 года наш морской торговый порт получил разрешение на прием и обслуживание иностранных судов. А за три месяца до этого событие «Свободное право на въезд сюда» появилось у иногородних советских граждан. Если бы этого не случилось, извините меня, город Владивосток так бы и остался вот таким вот закрытым, заштатным, грязненьким, там, ну, уютным городом, так скажем, для себя и не больше того. Ведь на самом деле вот это решение положило начало изменению функции Владивостока. Он налаживает взаимоотношения между Россией, Европой и Азией. И это совершенно другая функция. А значит, эту функцию нужно обустраивать. Статус закрытого города и порта до 1992 года существовал почти 40 долгих лет. Режим на территории Владивосток стал в соответствии с постановлением правительства СССР в конце лета 1951 года. Это было вызвано стратегическими задачами обороны страны. В золотом роге Улисси и соседних бухтах началось размещение главной базы ТОВ. Распахнуть двери для всех Владивосток смог благодаря решению председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина. Его визит в город состоялся летом 1990 года. Тогда и было высказано желание об открытии города. Но все начиналось с малого. В сентябре 1990 года во Владивостоке состоялось грандиозное международное событие – форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Советскую делегацию возглавил министр иностранных дел Эдуард Шевернадзе. Выступая с трибуны форума, он заявил о том, что перспектива открытия города относится к 1993-1996 годам. Нужно было ждать еще три года. Такая перспектива устроила не всех. Но для меня это было просто вот как ножом по сердцу, потому что я уже был в это время полгода зампредседателя совета. И нам приходилось принимать вот в 1990 году, к тому моменту, к сентябрю, было принято более 700 делегаций иностранных. И каждый раз приходилось выкручиваться вот каким-то вот таким образом. Я думаю, боже мой, еще три года как минимум придется действовать в таком нелегитимном поле. Ведь, кроме всего прочего, это же еще и связано с тем, что в структуре городской администрации не было даже подразделения, которое могло бы обеспечивать прием, управление вот этими всеми процессами. И вот буквально в тот же день, когда я услышал это известие от министра иностранных дел, я пришел домой и сел, написал проект решения, вот который, собственно, вы видели. Вот. И буквально 20 сентября, 19 сентября, проходит сессия городского совета, и я выступаю вот с этим предложением. И практически все 200 человек, 200 депутатов было в то время, вот, принимают вот это решение. Указ был подписан чуть позднее. Ельцин 20 сентября, то есть ровно через год, он подписывает указ. Я после уже встречался с председателем комиссии, это был тогда такой майор Лопатин, вот, он потом там доктор юридических наук, все, я с ним разговариваю и спрашиваю, скажите, пожалуйста, Ельцин не на танке подписывал указ? Нет, 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 говорит, все было нормально. Это когда мы говорим сейчас о Пуче в Москве. Вот. Да, 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 да. Решение стало поворотным в истории города и послужила точка отчета для развития дальневосточной столицы. Екатерина Зверева, Новости на Восьмом.